Ульяновцы Ульяновцы В Ульяновске впервые провели диктант победы. Это всероссийская акция, правила написания схожи с ЕГЭ. Задание также находится в специальном конверте. В конверте тесты закрытого и открытого типа на знания основных событий Великой Отечественной войны. Сегодня мы проводим диктант победы. Диктант победы это мощнейший воспитательный ресурс. И конечно он займет очень важное место в системе воспитательной работы. Потому что каждый человек должен знать свою историю. И особенно такую важную веху в ней, как победа в Великой Отечественной войне. Большинство из желающих писать работу в основном молодежь. Тем не менее есть и взрослые. Прежде чем открыть конверт с заданием участников акции напутствовали те, кто знает о войне не понаслышке. Ветераны пусть и другой афганской войны. Я решил принять участие в историческом диктанте, посвященном одному из величайших праздников в истории нашей страны. Дню победы в Великой Отечественной войне. Я считаю, что этот диктант очень важен для подрастающего поколения. Так как дает возможность продемонстрировать свои знания о войне и ее героев, защищавших рубежи нашей Родины. Специально учащиеся не готовились. Кирилл рассказал, что он говорил с прадедом, читал книги и смотрел документальный фильм о войне. Это, как он считает, и есть подготовка. Историю нужно познавать постоянно и везде. Не только на уроке или в учебнике. Результаты экзамена будут известны 9 мая. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновске прошла всероссийская акция «Горсть памяти». Мероприятие проводится на всей территории России, а также иностранных государств, где есть воинские захоронения советских солдат. Никто не забыт, ничто не забыто. Эти знаменитые строки из стихотворения «Блокадница» Ольги Бергольц можно считать лозунгом всероссийской акции «Горсть памяти», в которой присоединилась Ульяновская область. В преддверии главного патриотического праздника страны земля с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях за родину и умерших в госпиталях, собирается в регионах для передачи в мемориальный комплекс главного храма вооруженных сил. Завершенный архитектурный ансамбль появится в Московском парке «Патриот» к 75-летию победы. Каждая капсула будет оформлена, подписана, откуда эта земля, с какой области, с какой могилы, сколько захоронений. И, по сути, в этом мемориальном комплексе будет земля со всей страны, там, где захоронены наши защитники годов Великой Отечественной войны. Сегодня в 10 утра больше сотни участников акции, ветеранов, представителей общественных организаций и органов власти собралось на площади 30-летия победы, чтобы торжественно возложить цветы к Вечному огню и передать посылку для отправки в Москву. Участвуют все поколения, и ветераны, и молодежь, и школьники, и даже из детских садов приходят малыши. И это, мне кажется, самое главное, потому что сохранить историческую память и вот это чувство в сердцах очень важно для нашей страны. По поручению губернатора Сергея Морозова делегации приехали со всех районов области и привезли наполненные кесеты землей из Димитровграда, Инзы, Корсунского, Николаевского, Новоспасского, Барышского районов и Ульяновском. Так, вспоминая ужасные годы войны, труженик тыла Николай Иванович Пондяков из Майнского района не может сдержать слез и говорит, что люди в то время делали абсолютно все для Великой Победы. Для того, чтобы остались живы мы, работали за полкило порсяной муки, вечером получим, вот так вот. Вот, ну все-таки живы остались и дожили вот до 85 лет. Благодаря всероссийской акции с полной уверенностью можно сказать, что потомки наших земляков-героев бережно хранят память о подвиге своих предков и гордятся ими. Наталья Чмаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновской области сев яровых культур преодолел 60% рубеж. Об этом сообщает Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий. Вопросы качественного проведения весенних полевых работ обсудили на заседании тематического штаба при участии губернатора Сергея Морозова. Несмотря на майские праздники, ульяновские аграрии уезжать с полей не спешат. Планируют завершить сев ранних яровых культур уже к концу мая. В целом по области засеян около 390 тысяч гектаров. По темпам, которые на сегодняшний день демонстрируют сельхозпроизводители в отношении и внесения минеральных удобрений, и в отношении таких агротехнологий, как барнование пары и зяби, мы занимаем лидирующее третье место в Приложском федеральном округе среди, скажем так, 14 субъектов Российской Федерации. Хозяйства Чердоклинского района приступили к работам одни из первых в начале апреля. В хозяйствах уже завершили подкормку озимых культур и многолетних трав, а также барнование зяби. Первыми к севу приступили в крестьянско-фермерском хозяйстве Макаров. И, по словам руководителя, яровые уже всходят. Мы к 1 мая завершили свои посередные работы в полном объеме. Сейчас в поздней культуре завершаем это, как кукуруза носилась, и подсолнечник последний гектар буквально завтра заканчивается. Достичь неплохих результатов в полевых работах помогла не только теплая погода, но и своевременная подготовка к весне. Большую роль сыграло то, что поддержка в области растеневодства по гектарной субсидии была выплачена раньше, чем в прошлом году. В 2019 году она составила 159 миллионов рублей, 128 из которых – средства из федерального бюджета. Я напомню о том, что в 2018 году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе составили 1 миллион 167,3 тысяч тонн. Полученный результат очень и очень хороший. Он в полной мере обеспечивает потребности нашего региона в зерне. Еще раз напоминаю о том, что потребность составляет 860 тысяч тонн. Губернатор отметил, что высокие темпы работы необходимо сохранить и в этом сезоне. Речь идет не только о зерновых и зернобобовых культурах, но и о овощах открытого грунта. В Ульяновске приступили к ремонту улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего отремонтируют 12 участков дорог общей протяженностью более 12 километров. Сейчас у нас ведутся работы по улице Тимирязева. Ремонт параллельно МОП Ульяновск-Электротранс будет выполнять работы по замене рельсошпальной решетки. Совместно с ремонтом улицы Тимирязева полностью отфрезерован участок. Ведется подготовка к разборке тротуаров. И сейчас меняются стрелки на трамвайных переездах МОП Ульяновск-Электротранс. На проезде по улице Минаева от железной дивизии до 12 сентября выполнено фрезерование дорожного покрытия. Ведется установка бордюрного камня. В левобережной части города рабочие бригады приступили к поднятию колодцев на улице Деева. На Волжской и Одесской начато фрезерование старого дорожного покрытия. На реализацию проекта из федерального, регионального и городского бюджетов будет направлено 600 миллионов рублей. Жители Нижней террасы и Киндяковки летом без горячей воды не останутся. Сразу на нескольких теплоисточниках Ульяновска заменены котлы. В рамках программы обновления технологического оборудования энергетики установили два новых водогрейных котла на теплоисточниках «Моторный завод» и «Патронный завод». Чтобы демонтировать старый паровой котел высотой около 6 метров, инженерам моторного завода пришлось попотеть. Демонтаж, наверное, начался где-то в сентябре. Пошла подготовка, то есть установили кран-балку, чтобы помогать. И где-то уже котел мы, наверное, установили в марте месяце уже его установили. Котел на моторном заводе саратовского производства. Предназначен для подачи горячей воды в летний период. От котельного моторного завода у нас снабжается горячей водой четыре жилых дома и один детский садик. И, соответственно, производственные цеха Ульянского моторного завода. Что касается экономического эффекта, мы считаем, что он будет у нас в процентном соотношении, будет понимание, когда он будет включен в работу. На патронном заводе водогрейный котел изготовлен в Смоленске. От него горячая вода будет поступать потребителям нижней террасы. На данный момент в котельных идут пусконаладочные работы. Планируется, что новое оборудование даст порядка 10% экономии газа и электроэнергии. Субботники прошли, и ульяновцы сделали город чище и уютнее. Все бы было прекрасно, если бы не одно «но». Про вывоз мусора забыли региональные операторы. Люди начали жаловаться в соцсетях и были услышаны. Съемочная группа allpravda.ru выехала в проблемные дворы и пообщалась с местными жителями. Насколько велик масштаб мусорного бедствия, расскажем в нашем материале. Принимали мусорную реформу, делили регион на пять территорий, а толку это не принесло. Город и область утопают в грудах бытовых отходов. Дошло до того, что ульяновцы начали выкладывать фотопомои к социальной сети и писать гневные посты с указанием адресов. На эти локации выехала наша съемочная группа, чтобы оценить обстановку. Начали с железнодорожного района. Около 101-го дома на проспекте Гай мы наблюдали инсталляцию из кучи мешков, украшенную от служившим срок унитазом. Местные жители высказали свое мнение о качестве работы оператора, которому они исправно платят деньги за вывоз мусора. Конечно, не справляется. Если такие кучи Навальный развед справляются, это уже результат того, что не справляется, правда? Все-таки деньги берут и немаленькие, так сказать, за вывоз мусора. Сколько? Ну, где-то 130 или 120 с человека. Нет, не справляются они. Потому что это постоянно эти все, тут свалка, как говорится, собаки все растаскивают, не успеваем убирать, дворника нет, хотя за это мы платим. Далее мы отправились за Свияжи. Возле 33-го дома на Московском шоссе стоят синие баки компании ЦЭТ, переполненные и явно забытые хозяевами. Рядом с ними гора веток и листьев, оставшиеся после апрельских субботников. Свалка у 71-го дома еще более колоритная. Местного жителя Сергея Назарова такой ландшафтный дизайн не устраивает. Ну, посмотрите, что творится. Тут машина ездит, во-первых, дети гуляют, вот площадка около школы. Поэтому, ну, постоянно вот эта вонь стоит. Добрались мы и до центра города. Ожидали увидеть более радужную картину, но были крайне озадачены, увидев мусорку на улице лесной. Глядя на запущенную площадку, возникает вопрос, за что именно платят жильцы окрестных домов. Если бы вы знали, как мне все это надоело, я чего-то деревьев насажал, чтобы не видеть вот этой помойки. О недобросовестной работе регоператора узнали в Управлении делами Ульяновской области. А все потому, что с недавнего времени в нашем регионе реализуется федеральная программа «Инцидент-менеджмент». Проект создан для обнаружения информповодов и отслеживания реакций общества в соцсетях. Все эти замечания берутся на заметку. И главная наша задача, чтобы все те претензии, которые люди высказывают, это и недовольство, которое они высказывают в социальных сетях, все эти задачи, все их замечания были решены, причем решены в кратчайшие сроки. Наводить порядок в мусорной отрасли будут на правительственном уровне. Если не сделать этого в ближайшее время, то город и районы постепенно превратятся в гигантскую свалку. Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. По традиции День Победы начнется в 9.30 с митинга реквиями на площади 30-летия Победы. На ней, а также на Соборной площади и площади Ленина развернутся основные торжества. Прохождение войск территориального гарнизона на Соборной площади планируется в 11 дня. После этого до вечера на сцене будут выступать творческие коллективы города. В 9 вечера на сцену поднимутся столичные гости и вокальная группа «Ассорти». По завершению их концерта прогремит праздничный салют. Бессмертный полк стартует в 15.00 с площади Ленина. Сбор участников в 14.00. В предстоящие выходные ульяновцев порадуют солнце и легкий ветерок. Температура воздуха в дневные часы прогреется до плюс 27. В День Победы будет припекать до плюс 29. Ветер при этом будет дуть слабый. В ближайшие дни осадков не предвидится. Это все новости на сегодня. Сегодня мы поздравляем жителей Ульяновской области с Днем Победы, здоровья, мира и благополучия. До свидания.